ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Андрей не политик, я не политик Если он является губернатором какой-то из областей, он бы это сказал Или это было бы написано, я тоже не являюсь губернатором Абсолютно правильно Что будет бокс против Усика, и Усик будет боксировать против нятя Если спорта будет болеть за Усика, политически, это без сомнения Вопрос такой, Андрей, в эти секунды в Киеве находится шахматный король, ваш земля, Гарри Каспаров Как вы к нему относитесь, его политические заявления? Спасибо Я за ним не стяжу, если честно Андрей, если кто за вашу карьеру следил, то понимаешь, что скачок вам предстоит очень большой Если брать уровни ваших предыдущих оппонентов и предстоящего Вы не опасаетесь, что он, мягко говоря, будет слишком большой? Я даже в боксе, если бы я опасался, я боксингом не занимался, даже не шахматный Правильно Хотелось бы задать вопросы по боксерам А в случае вашей победы из одного из вас, какие перспективы для вас открываются? И хотелось бы узнать, с кем еще из топ-15 хотели бы бобомизировать? Вам было интересно? Конкретно я хочу боксировать со всеми сильнейшими боксерами, не только по ВБО и по другим версиям А если я выиграю, я как бы еще не размышлял, но выиграю, тогда будет дальнейшая мысль Надо еще выиграть этот бой О победе мы будем разговаривать 18 вечера, ближе к 12 вечера, когда закончится все шоу С кем бы я хотел боксировать? Однозначно я хотел боксировать со всеми теми, кто является на первых, вторых, третьих строчках всех версий Чемпионы, это первые места, кто занимает, мне бы очень хотелось с ними побоксировать Кто-то говорит, что это рано, кто-то говорит, что, дружище, подожди еще Ну, чего ждать, кого ждать? Поэтому хочется боксировать и все, бокс, бокс это круто, надо делать что-то Когда, Александр, вы узнали имя своего соперника, не расстроились ли, потому что уже были разговоры о том, что промоутовская компания К2 собирается выводить Александра Усика на бой чемпионский? Я абсолютно ни по каким поводам не расстраиваюсь Если я не имею то, что у меня уже в руках или то, что подписано, это не является уж еще моим А разговоры это всего лишь поверхностное И о чем-то мечтать, о том, что ты не имеешь, но это самая большая, мне кажется, глупость Считать деньги, которые ты не заработал, ездить на машине, которая у тебя нету Кто-то говорит, ты будешь боксировать с Марко Хук Может быть, когда-то я буду с ним боксировать, это будет круто Я вообще не расстроился, когда я узнал имя своего соперника, я обрадовался Почему? Потому что я узнал имя соперника и я конкретно начал подготовку от соперника Первый вопрос Андрею В вашей весовой категории достаточно много сильных ваших соотечественников Два чемпиона мира, Лебедев, Дрозд, Высокостоящий Киев, Кудряшов Можно сказать о русских боксерах в этой весовой категории Кто из них больше всего импонирует вам? Не хотели бы вы на кого-то быть похожим? И никто не импонирует, у меня свой стиль Хочу сказать, что каждый из этих боксеров сильный Потому что я с каждым из них подлинговался, кроме Лебедева Не секрет, что вы готовились уже, какую-то часть подготовки прошли, были в Буковеле Сейчас вы находитесь в Киеве Где находится ваш маленький сын? И как не скучаете ли вы по делу? И как вы скучаете, вот не находясь рядом? Очень скучаю, находится мой маленький сын дома в Симферополе Супруга присылает фото Сегодня прислала утром, когда я проснулся, вышел на утреннюю тренировку Прислала видео, там где он улыбается Но подрастает уже пару месяцев пацану И как раз с 18 числа, когда будет поединок, будет 3 месяца И после поединка я поеду домой Я не только за ним скучаю, у меня еще два ребенка перед ним есть Это сын и дочка Естественно, скучаю Но выбрал такую работу, тружусь И все понимает, разговариваю с ними каждый день В скайпе, в вайбере Все нормально Сыну позвонил сегодня, среднему Он сказал мне, а вот, привет, пока Я говорю, стой, давай разговаривать Он говорит, все, я пошел Ну, то есть, вот такой разговор у меня получился с ним Вот так Планирует ли Александр Усик переходить сверхтяжелый вес? Потому что, ну, у него вес, там, максимальность, по-моему, 90-91 кг И второй вопрос Когда будут открытые тренировки, чтобы можно было посмотреть, вот, процесс тренировки Открытая тренировка у нас обязательно состоится в неделю перед поединком Это будет публичное мероприятие Андрей, Саша покажут, как традиционно покажут, в какой форме находятся Предслужба, естественно, не оставит это в секрете Что касается супертяжелой весовой категории Мы уже сегодня говорили, что на уровне разговора мы можем мечтать о многом На самом деле нам многое предстоит сделать еще и в первом тяжелом весе Наша цель, которую мы оглашали, и она действительно достаточно амбициозная Мы хотим стать чемпионами мира на протяжении количества поединков Меньше, чем это сделал Иван Дархолифилд У нас еще, слава богу, есть время И уже после того, как с Божьей помощью получится завоевать то, что Те цели, которые мы поставили, будем планировать в других весовых категориях Наверное, так будет корректно ответить В прошлом году Концентин Зю заявлял некоторым известным массовой информацией Что он собирается развивать бокс в Крыму И в частности планировал встретиться с вами и обсудить этот вопрос Была ли какая-то встреча и чем это закончилось? Нет, встречи, я тоже читал, встреча такая не состоялась Ну, я не знаю, может, СМИ у нас же может перекручивать всякие детальки Как со мной, ну, то есть, какой разговор со мной, как с развитием бокса, да То есть, я спортсмен, я не представляю федерацию, да, я не тренер То есть, если бы такая, ну, если бы какая-нибудь встреча состоялась Я бы с удовольствием с ним встретился, потому что я считаю, что это легендарный боксер Кто достиг больших высот в профессиональном боксе И, ну, а что со мной разговаривать, как развивать спорт, да, я не знаю Ну, ребятам, с ребятами пообщаться О том, чтобы они спросили меня, как, что, как я к этому шел, что я делаю То есть, я бы с удовольствием пообщался, потому что к детям я всегда открыто И, ну, с удовольствием Но не было такого разговора и встречи тоже не было И второй вопрос к Александру Красяку по поводу Муаммера Хукича, он же Марко Хук Насколько усложнилась ситуация, ну, все понимают, что цель сейчас первоочередная, это, наверное, титул WBO Там выше всего оппозиция занимает Александр Сейчас Муаммер Хукич, насколько известно, уже ушел от Вильфреда Заруна И проводит первый бой в Америке Может, что-то знаете об этом? Почему в Америке? Кому он там интересен? И насколько усложнилась ситуация договариваться с этим чемпионом? Возможно, вы свой взор обратите на другие чемпионские пояса? Мы не теряли свой взор, точнее, другие чемпионские пояса никогда не уходили из нашего взора То есть просто так сложились обстоятельства, что ближе всего мы находимся по своим позициям к титулу WBO Но это ни в коем случае не удерживает нас от возможности драться по другим версиям за чемпионство Что касается Марка Хука, этот бой действительно состоится, если я не ошибаюсь, 14 июня в Соединенных Штатах Оппендентом его станет поляк Лавацкий, который является обязательным претендентом И как раз ведущую скрипку в данных переговорах играет как раз польская сторона Поскольку имеет партнеров в Соединенных Штатах И сумели сделать такое предложение Марку, от которого не смог отказаться Поэтому, на мой взгляд, у Лавацкий будет преимущество домашнего боксера Несмотря на то, что он будет драться в Соединенных Штатах И кто знает, как этот поединок закончится? К слову, сказали Регламент Вопрос как раз с Хука и Головацкого Получается, что в июне они будут длиться Но дело в том, что Марка Хука, он же у него же статус суперчемпиона Когда был ЕБИО, у него там море защит И обязательная защита, по правилу, когда был ЕБИО, если не ошибаюсь, то ли одна в полтора года, то ли одна в два года То есть, как планируется выполнять план быстрого, скажем так, за 6, ну, за 6 условия Как планируется сразиться, если это Хука будет чемпионом за окончательное количество боев? Потому что, по сути, обязанным будет в следующий раз НИБИО защищать лишь через ИСГЛОВАТСКИМ Через погода, по сути Это наше шоу Чего вы о Хуки спрашиваете с Головацким? Спрашивайте о нас Мы здесь вообще сейчас, по данный момент, куражем Причем здесь они? Они подерутся, и потом уже там какая-то движуха будет А вот сейчас мы с Андрюхой здесь, вот, с ребятами Общайтесь с нами Это надо ребят оставить просто где-то Будем далеко, откуда мы знаем? Это такие вот движухи Кто, с кем, когда Вы же понимаете, время такое Откуда мы знаем? Вот сказали, что они будут драться там 12-го, того-то, того-то Нету 100% Нету контракта Все На сайте BoxRec там есть такая фишка интересная В расписании сайт оценивает, понятно, своим субъективным мнением Интерес к предстоящему бою, звездочке Знаете, да? На, ну, максимум 5 звездочек То есть вот на бойпак Мэй Там 5 звездочек стоит Вот вопрос к Александру Красюху Вот по вашему мнению Сколькими звездочками Интереса Можно оценить Вот предстоящий поединок Александра Альберна А какое максимальное количество? 5 5? 7 7 На самом деле BoxRec оценивает не субъективно, а объективно Поскольку взвешивает количество очков одного соперника и другого Прибавляет их И если сумма свыше Какой-то определенной цифры Тогда там одна звезда Свыше другой Две звезды И так далее То есть Интерес к бою Тогда по-другому На самом деле Этот бой Интересен прежде всего Потому что В ринге встретятся Два Человека Которые входят В рейтинг Мировой рейтинг В топ-15 Но если говорить о рейтинге Боксрека То у Андрея там далеко не в топ-15 Мы говорим о WBO Где Александр занимает третью строчку Андрей занимает строчку Пятнадцатую И оба они владеют титулами Андрей владеет титулом WBO Oriental И Александр WBO Intercontinental Этот бой санкционирован Более того Не только лишь Как бой за один из титулов Для того чтобы Боксер получил статус Возможность получить статус Обязательного претендента Он должен хотя бы Единожды в своей карьере Подраться и с боксером Который входит в топ-15 Рейтингов Поэтому Собственно говоря Это одна из причин Почему этот бой Будет иметь место 18 апреля Рыб谭 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова